Федор Киреев И сегодня мы поговорим о том, как мы делали этот продукт и начинали просто с обычной идеи, а точнее даже не с идеи, а с очень смачного пивота и дойдем до того, как мы сейчас развились и как нам удается поддерживать достаточно большое количество клиентов, их сотни и смысл в том, что сегодня все очень много говорили про то, что обучение моделей и так далее и так далее. Это все, конечно, очень понятно, но для чат-ботов очень важна такая штука, как контент. И как его взять в рамках одного какого-то проекта или компании или ассистента для банка достаточно понятно. То есть есть один источник, он постоянно инричится и так далее, но когда у вас сотни клиентов и для этого нужно подобрать как-то контент каждому, причем он должен быть уникальный, отель-специфик и каждый отель различается друг от друга миллионами параметров. Вот, собственно, сегодня об этом и поговорим. Хорошо, давайте тогда чуть ближе познакомимся. Кто вообще ездит в отеле? Поднимите руку. Неплохо. Кто пользуется мессенджерами и чатами? Супер. Кто отправляет голосовые сообщения? Я вас ненавижу до февраля. Окей, про смачный пивот. До этого проекта был вообще другой проект, который был связан с Wi-Fi авторизацией, коммерческими возможностями, бла-бла-бла и там что-то customer community. Короче, если в двух словах, то когда вы подключаетесь к публичной точке доступа где-то там, у вас открывается некое сообщество пользователей, где вы можете написать какой-то отзыв и так далее. И, в общем, как бы круто и, возможно, невероятно это не звучало, это никому не надо. Мне проект достался по наследству и смысл был в том, что там каким-то невероятным образом исторически сложилось, что было парочку отелей. И мы решили пока сдавать отели, поговорили с ними, вообще выяснили, что им надо. И они сказали очень одну маленькую фразу, но которая поменяла все. Было бы круто отправить проживающим гостям какую-то информацию. И мы такие, опа, опа, секундочку, так, давайте подумаем, что можно с этой информацией сделать. И, собственно, мы подумали, что давайте сделаем чат-боты для отелей, можно же обучить чат-ботов отвечать на разные вопросы и так далее, и так далее. И, в общем, запилили некий MVP. И для большинства отельеров чат-боты это какие-то там чатики на сайте с автоответами. И, в принципе, все. По факту это далеко не так. То есть, когда мы поняли, что ответами и распознаванием речи гостей и распознаванием запросов гостей особо никого не удивишь, мы столкнулись с кучей огромных проблем, начиная от того, что нужно поддерживать разнообразные интеграции с отельными системами, подключать оплату, сделать сквозное бронирование, поддерживать мультиязычность. И, в общем, огромная куча еще дополнительных фичей, которыми оброс обычный чат-бот, который просто распознает запросы гостей и что-то им отвечает. Так и вот, что получилось в итоге? Мы умудрились объединить себе все платформы коммуникации, и гости могут общаться в тех местах, где обычно они это делают, то есть в чатиках. Плюс мы интегрировали отельные системы, что помогло нам работать с огромным количеством данных о гостей и на основе этих данных формировать для них разнообразные предложения. И если в двух словах, то отель работает следующим образом. Мы все привыкли бронировать на разных OTA-сервисах. Это Airbnb, Booking.com, бла-бла-бла, там сайт отеля. Это все сваливается в некий channel manager, который распределяет эти каналы и дальше уходит в систему под названием PMS. Да, название так себе, но так оно есть. Смысл в том, что это property management system, система управления отелей, которая хранит в себе эти данные. И без этих данных обычный чат-бот с автоответами для отелей – это, скажем так, слабо продаваемая история. И, скажем, этим уже никого не удивишь. И мы забираем огромное количество данных. Это вот часть данных, которые есть от гостя. И на основе этих данных мы выстраиваем персональную карту коммуникации для каждого гостя. И за счет достаточно большого каздева мы выяснили, что у разных гостей есть разные потребности на разных этапах проживания в отеле. И все могут обойтись, конечно, и без этого. Но здесь основная фишка заключается в том, что отель повышает уровень сервиса, добавляет вау-эффект, когда гости автоматически получают разнообразные нотификации в зависимости от своего сегмента, в зависимости от того, кто они, бизнес-турист, обычный турик, или, например, он едет с семьей. И, например, самый такой топовый кейс, это когда чат-бот сам рассказывает, как добраться до отеля, показывает доступные маршруты от вокзала, от аэропорта и так далее, и так далее. Вроде бы обычная штука, но в такие запросы и в такие уведомления закладывается апселл. То есть для гостя это выглядит как обычная рекомендация на основе его предпочтений, время прибытия и так далее, и так далее. Но отель может заработать дополнительные деньги. И таких, скажем так, точек взаимодействия с гостем около 20. То есть после чекина бот сам спрашивает у гостя, все ли окей, нужны ли тапочки. И фактически для гостей и для отеля это некий вау-эффект и такая супер-забота о госте. И гости реагируют на это очень позитивно. Собственно, когда у гостя формируется желание что-либо купить, мы даем ему такую возможность, почему нет. Если гость хочет поесть, то окей, почему нет. В пару кликов через Apple Pay, GP, в любом чате он может это сделать. И тут важный момент, который стоит понять, что когда мы начали разрабатывать, мы поняли, что, блин, все должны пользоваться мессенджерами. Это же так прогрессивно, это же супер-тема. Но нифига не так. Потому что большинство людей все равно предпочитают почему-то веб-чаты и неохотно проникают именно в платформу мессенджеров. Но там конверсия плюс-минус уже стабилизировалась. Но суть в том, что мы подумали, да окей, пофиг. То есть они хотят общаться в обычных чатах, мы не будем их останавливать. И они заказывают услуги, получают какой-то value с точки зрения информации либо услуг и окей, почему нет. Тоже важный нюанс. Онлайн-консьерж, бот, чат-бот, виртуальный ассистент. Как мы только не пытались называть эту штуку, гости все реагируют очень странно. То есть для них онлайн-помощник, слово звучит более-менее понятно. Потому что чат-бот, все такие, что чат-бот, что это вообще? И начинается куча консерна. И, собственно, то, над чем мы сейчас работаем, и то, как мы масштабируемся. Мы поняли, что у отеля есть куча разных услуг, куча разных вопросов, которые гости, слава богу, задают от отеля к отелю более-менее одинаково. И с этим как-то можно жить, масштабироваться. Но есть огромная куча контента. И вот на этом примере мы спрашиваем у одного из нашего года, есть ли в отеле бассейн. Окей, бассейн есть. Супер, ништяк. Есть карточка бассейна, есть куча информации о том, какой он там прекрасный и отличный. И что же дальше? Если мы спросим, привет, а во сколько открывается бассейн? Мы раньше показывали ту же самую карточку, и, в принципе, мы триггерились на бассейн, понимали, что это про бассейн, и показывали просто всю информацию, которая есть про бассейн. Но это не очень круто. И когда мы начали разрабатывать дополнительные автоответы, мы поняли, что все те услуги, все те вопросы, которые есть в отеле и около отеля, нужно разбивать на кучу миллионов разных параметров. И их реально огромная куча. И когда мы спрашиваем, привет, во сколько открывается бассейн, то мы так и говорим, что бассейн открывается в 9 утра, например, и так далее, и так далее. И мы поняли, что, например, бассейн, у него есть куча параметров, а еще у отеля примерно 300 или 400 разнообразных услуг. И это все зависит от отеля к отелю. Собственно, можно сойти с ума, и мы подумали, блин, ну окей, мы запустим один отель, два отеля, три отеля, четыре отеля. Но как быть с контентом? Очень разнообразное понимание есть у всех ботоделов, когда они думают, что окей, мы создадим какой-то сервис, где может наш клиент зайдет, там весь контент сам введет, и так далее, и так далее. Это не работает. Короче, по крайней мере, в индустрии хспиталити это тихий ужас. То, что мы делали в самом начале, и то, что отели пытались сами работать системой, вводить тот контент, который они якобы пишут для гостя, там вы с большой буквы. И самый такой угарный пример, это когда мы просили отель заполнить информацию прачечной, и вместо того, чтобы написать, сколько стоит подстирать рубашку, отель пишет о том, какие у него прекрасные, распрекрасные стиральные машины, и вот куча SEO-текста, которые они просто откуда-то достают и кладут в чат-бот. Для чат-бота характерно то, что там лаконичная информация, быстро подается, и в этом и ценность. И, собственно, как нам жить с сотнями отелей? Первый ответ на этот вопрос пришел сам по себе. Мы наняли редакторов, то есть которые начали писать контент для отелей, но мы поняли, что когда их там 10, 20, 30, 40, это как бы можно делать, но когда их сотни, это уже тяжко. И есть еще другая проблема. Когда мы начинали, мы пытались найти какой-то супер-мега-универсальный источник, который нам расскажет все об отеле. Такого нет ни одного в мире, ни Booking.com, ни любой другой OTA, ни любой другой сервис не отдает об отеле ту информацию, которую нам требуется поместить в чат-бот. Мало того, когда мы даже находим какую-то открытую информацию из открытых источников и обращаемся в отель к генеральному менеджеру, он говорит, что у нас все по-другому. Эта информация старая, тут мы не обновили, тут мы забыли, тут, короче, по-другому. И, в общем, такого источника нет. И мы подумали, ну что же с этим делать, как с этим бороться. И, окей, ты бот, сам спрашивай, сам заполняй. И, в общем, нам пришлось разбить все услуги, все вопросы на кучу разных миллионов параметров. И смысл в том, что когда гость спрашивает у отеля какую-то информацию, которую бот не знает, мы под видом типа гостя спрашиваем у отеля эту информацию. Отель отвечает в понятном формате. И мы сами подпихиваем это в модельку ответов одного из, допустим, вопросов, либо одной из услуг. И таким образом мы автоматизировали сборку ботов и сэкономили кучу времени. То есть сейчас благодаря этому механизму мы можем запускать отели за несколько минут. То есть из открытых источников мы собираем основную мета информацию и фактически с пустыми модельками запускаем его в продакшн. И для, условно, первых сотен гостей это будет боль. Но зато скорость запуска увеличилась. И отельеры сами понимают, что чем тщательнее они будут, чем детальнее будут они вводить ответы на такие вопросы, тем бот умнее. Потому что у многих отельеров в самом начале был такой распространенный мем, то, что чат-боты тупые. У меня был простой достаточно ответ. Они тупы ровно настолько, насколько тупые ответы вы предоставляете в чат-бот. Потому что если вы предоставляете неточные ответы, недостаточно детализированные, то и чат-боту неоткуда взять эту информацию. И пару хаков, которые мы используем на сайтах отелей. То есть мы живем по большей части на, скажем так, на guest journey map, на customer journey map, когда мы общаемся с гостем сразу после бронирования и до возвращения домой. Но на сайте отеля мы тоже иногда встаем. И для сайтов отеля у нас есть некоторые стероиды, которые мы используем для большей конверсии. И один из них это то, что мы можем распознавать… Очень видно, не очень видно. Ну, короче, не суть. Мы можем распознавать источники, откуда переходит гость, какие рекламные компании запускают отели, и на основе этого подсовывать гостю правильную информацию в правильное время, когда он ее ищет. И, например, если гость искал какой-то, в данном случае, семейный отдых где-то там в Подмосковье, мы сразу открываем чат со скидкой. И если мы знаем об этом гостю чуть больше, то она может быть еще и персонализирована. То есть чат-боты собирают весь клик-стрим, мы это анализируем. Тут замазаны названия отелей, потому что после таких конференций они обычно очень удивляются странным запросом от разработчиков. И, собственно, здесь вот один из результатов, когда мы поняли, что гость спрашивает про Новый год, и мы ему сразу даем доступные даты для бронирования, и он заканчивает бронирование и оплачивает. То есть это такая игра на опережение, которая дает боту дополнительную value и превращает его не просто как чатик с автоответами, а уже некую систему коммуникации с e-com возможностями. Также можно еще поиграться со сквозным бронированием. И, например, сразу же гостю показывают доступные номера. То есть для многих отелей, которые ставят себе обычные лайфчата на сайт, мы говорим, come on, зайдите сами туда, попробуйте спросить у своих сотрудников ближайшие даты и сколько будет стоить номер. Они затрудняются в ответах. И очень долго ждать ответа от лайф-агента в любом случае. Благодаря интеграциям и то, что чат-боты в себя впитывают очень большое количество других систем, мы можем сразу давать клиентам, гостям, пользователям нужную информацию и тем самым экономить время, в данном случае отелю, и сразу показывать доступные номера и закрывать сквозное бронирование. Здесь еще трюк заключается в том, что отель стимулирует таким образом продажи. В данном случае они предлагают еще капучино при заезде в номер. Что ж, интрига моего доклада держалась до конца. Собственно, у меня доклад называется чат-боты с интригой, потому что меня Катя попросила так назвать. Тема у меня была другая немножко, но она попросила добавить интригу в конце. Но она есть. В Америке есть такой крутой визионер. Он занимается, скажем так, размышлением на тему hospitality и индустрии, и IT-индустрии в целом. И он сказал одну очень понятную и, к сожалению, обидную вещь про чат-боты, что они больше не в тренде. То есть когда они появились, все такие, о, блин, кнопки, автоответы, очень круто. Но сейчас этим уже мало кого удивишь. И смысл этой фразы и его изречения, его доклада был в том, что чат-боты наконец-то становятся полезными. И вот это очень круто. Я к этому могу добавить еще только одно, что мне нравится в чат-ботах такая штука, то, что они никогда не доделаются. И как бы ни было страшно это для заказчиков, это очень круто, потому что они постоянно развиваются, они растут, они дополняют себя множеством интеграций, у меня это работает с большим объемом данных. И это реально очень круто. И круто, что это все развивается и в России, и за рубежом, и в том числе в бренной Европе, где очень консервативные ательеры. Спасибо. Если у вас есть вопросы, буду рад. Спасибо, Федор. Привет. Ну, слушай, на самом деле вопрос не совсем про чат-ботов, но вот прям про вашу сферу. Ты сказал, что вы интегрированы с PMS-ками. И вот насколько это было сложно, потому что я помню до сих пор, как я три часа, три года назад пытался найти документацию на оперу, и это было прям болью. Это боль, да. Ну, интеграция со всеми отельными системами – это боль. Сейчас только-только появляется клауд по-майски, которые позволяют это делать с открытым API. Opera и прочие локальные игроки, особенно в России, это заплатить за интерфейс, там поддержка и вот это все. А с Opera это больно еще потому, что это интерпрайз-решение. И сейчас тоже появляются некоторые шины интеграционные, которые позволяют это делать более-менее безболезненно, например, Happy Cloud, Impala и другие. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за доклад. А вот вопрос с уточняющими вопросами от чат-ботов. Вы можете пояснить, как это работает? То есть, получается, клиент спрашивает, во сколько бассейн? У вас нету этих данных. Вы спрашиваете ее в каком-то публичном чате отеля. На него живой человек отвечает, и все это время клиент ждет? Или как-то так? Или мы отвечаем сначала, что нет, мы не знаем, а сами спрашиваем, и потом уже результаты уносим? Да, я сейчас отмотаю чуть-чуть назад. Именно так и происходит. Тут почему-то очень плохо видно. Ну, в общем, здесь написано, буквально минуточку уточню у человека, и вернусь к вам с ответом. Ну, то есть для первых клиентов, для первых гостей это чуть-чуть больно. А просто нету возможности более подробные анкеты давать? Или вы говорили, что это не проблема? С этим огромная проблема. То есть, да. То есть в самом начале ательеры заполняют огромный факт, но он очень огромный. То есть у одного бассейна порядка 20 параметров, а в некоторых отелях услуг-вопросов около 400. И нам критично запускаться как можно быстрее с малой кровью. Ну, отели это понимают, и для них ок. И, в принципе, с точки зрения гостя это тоже ок, потому что в среднее время ответа отеля тоже регулируется кипяем, и они стараются отвечать достаточно часто и быстро, то есть порядка 45 секунд, минуту. Да нет, спасибо. Здесь вопрос. Вы не подскажете тогда вот как раз продолжение этого вопроса, а качество, как отели проверяют. То есть вот оператор что-то ответил. Да. Он мог ответить правильно, мог ответить неправильно, да? То есть что дальше с этим делать отелем? Если отвечает бот неправильно, то в данном случае мы сами мониторим это, и у нас срабатывают алерты, мы сами разбираем, почему неправильно, что неправильно и так далее. И в то же время мы отель просим подключиться как лайф-агент, чтобы человек помог разобраться с этой ситуацией. И плюс у нас есть еще лайки, дизлайки. То есть после того, как ответил бот, мы у гостя спрашиваем через какое-то время, все ли ок, все ли не ок. И если что-то не ок, то в чем была проблема? Ну и… Ну и здесь уже наводку по отеле. Здесь уже наводка по отелям. Мы все время им напоминаем и стараемся с сервисной точки зрения к этому подходить, что если у вас в отеле что-то поменялось, то не забывайте, что у вас вся коммуникация идет через чат-бот. И здесь нужно проабдейтить информацию. То есть если у вас бассейн вдруг закрылся, не забудьте об этом сообщить гостям. Так, вот такой вопрос. Как вы боретесь с проблемой перефразирования? То есть мы можем спросить бота, во сколько открывается бассейн, а можем сказать, во сколько я могу прийти в бассейн. Ну и кажется, это примерно одинаково. Вот сегодня уже вроде звучал доклад про вот эту проблему. А вот как боретесь вы с этим? Больно обучением. Ну то есть здесь примерно про одно и то же, но у нас за счет того, что как раз таки все услуги, все вопросы разбились по куче параметров, на это заведены куча интентов, куча интити и так далее. То есть мы обучаем. Здесь рецепт не очень автоматический. То есть у нас отстреливает мониторинг на это, и мы реагируем уже руками. Но мы ведь можем какие-то связи найти в текстах, ну не связанных с отелями. То есть, например, открывается и прийти из каких-то общих… Да, согласен. Но здесь нам очень повезло, потому что мы конкурируем с лайф-агентами на сайте отеля, и мы оттуда очень много базы забрали. Вот, поэтому спасибо им большое. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Еще один вопрос. Здравствуйте. Как вы получаете контекст из внешних источников и инициируете те или иные сценарии? И вопрос это для гостей, которые уже заселились или не заселились, и делаете ли вы, получается, рассылку на этих незаселивших гостей? Да. А как происходит момент, когда пользователь именно проваливается в чат-бота, если это Telegram, например, и не сайт? Окей. Здесь достаточно все просто. У пользователя изначально есть два контакта. Это e-mail и телефон. Мы используем принцип Smart Delivery. И то есть начинаем с самых бесплатных каналов. И если пользователь там не реагирует, отправляем ему смс. Ну, здесь ничего не изобретено. С точки зрения мессенджеров, то это Viber сервисное сообщение. И сейчас еще WhatsApp вроде раздуплил бизнес API, поэтому с этим стало чуть полегче. Но по поводу бизнес API WhatsApp я пока, к сожалению, не нашел ни одного отеля, который готов заплатить столько денег. А что еще раз? Контекст через какие сервисы работает? Правильно? Получение контекста из каких сервисов? Контекста или контента? Контекста о том, где пользователь был, на каких страницах. Это все сами собираем. Весь Кликстрим сами собираем. Кажется, вопросов больше нет. Спасибо большое, Федор.